Добрый день всем, спасибо большое за приглашение сегодня в студию. Сегодня действительно произошли два важных очень события. Когда вся сегодня действующая власть провела свой съезд и выдвинула претензию и дальше властвовать еще пять лет и грабить страну, то как они это делали прошедшие пять лет. И также сегодня оппозиционная платформа, объединяя оппозиционные силы, провела съезд и поддержала нашего лидера. В чем два кардинальных и важнейших отличия? Не в том, как выдвигаются, как юридически это будет звучать. А два важнейших отличия в том, что партия власти сегодня, как партия войны, выдвигала кандидата, продолжающего дальше войну и понимающего, что никто войну не остановит, если они останутся у власти. И тот грабеж сегодня на крови и на войне как продолжался, так и будет продолжаться следующие пять лет. И оппозиционная платформа «За жизнь» четко представила свой мирный план. Мы четко объяснили цель, ради которой мы сегодня все вместе объединились и отложили в сторону своей амбиции. Но не все объединялись на вашем фланге. Про какое объединение можно говорить, если несколько кандидатов работают на один и тот же электорат приблизительно с теми самыми идеями? Знаете, я оцениваю так. Помните, вы, может, в школе учили, мы учили это в школе, когда во время Великой Отечественной войны были провокаторы. Провокаторы, которые бегали и говорили, а зачем нам сегодня бороться? А зачем нам воевать? Зачем нам объединяться? Давайте, типа, сдадимся, все равно нам не победить. И тем самым уменьшали веру людей в победу. Так и сегодня. На разных полях появляются такие спойлерские кандидаты, задача которых рассказывать о том, что зачем бороться, все равно не победить. Давайте и дальше действующего президента оставим, и пусть мы дальше в этой же разрухе продолжаем жить. Поэтому смелых сегодня немного, но они есть, они объединились, отложили свои амбиции в сторону ради того, чтобы поддержать сегодня единого кандидата. И я думаю, этот процесс будет продолжаться и дальше. Только сегодня более 120 общественных всеукраинских организаций поддержали нашего лидера. И этот процесс продолжается дальше. И, знаете, вот, к сожалению, после того, как сегодня не голосует Крым, как мы понимаем, сложно будет голосовать переселенцам и людям, проживающим на неконтролируемых территориях. Безусловно, шансов гораздо меньше, потому что численность людей, которые сегодня за мир готовы идти, голосовать, поддерживать и понимать, что только оппозиционная платформа за жизнь сегодня может реально возвращать мир путем переговоров и дипломатии, людей мало. Но они есть. И наша сегодня задача – мобилизовать все наши возможности с одной целью – объединиться, прийти на выборы, проголосовать, вернуть страну в мир. А после этого все остальные могут уходить. Хочется у Юрия Мирошниченко запитать, как раз, зачепившись за вашу тезу, останнюю, пропонуете людям проголосовать за мир. Продолжение следует...